Дорогие друзья, с вами Алекс, и мы продолжаем играть в GTA 5, и у нас сегодня продолжение миссии дальнобойщиков. Давайте выберем себе новое задание. У нас следующее тоже боот лаунчинг, я не знаю, типа, наверное, доставка лодки или что-то такое, потому что боот это или шхуна, или лодка, ну, как-то так. Потому что мы в прошлый раз доставляли мед для Тревора, поэтому теперь будем доставлять лодку. О, мы на скане, отлично. Снова придется ее сейчас красить. Какой-нибудь интересный цвет. Так, давайте откроем менюшку свою покрасочную. Я хочу на крашеной скане ехать. Ого. О, отлично. Все, не трогаем, поехали. Так, присоедините прицеп. 7,80 ехать. Офигеть. Мы сейчас полдня будем за лодкой ехать. Куда мы хоть едем? Я так понимаю, в город, наверное. Или не совсем. Но явно от Чилиада. Ладно. Как всегда, будем немножко нарушать. Не прям по правилам. Потому что, блин, здесь по светофорам бы это тянуться реально очень долго. Если бы только салон у нас не был желтый, сделали бы такой же черненький, было бы круто. А так они тут реально накосячили. Боже, сколько мы прям? 80 миль. Офигеть, почти 150 км в час. Только не сворачивай. Спасибо. Ты сейчас бы свернул бы, снес нас к чертям. Блин, с цветом реально повезло. Хоть отличается, но все равно это не какой-нибудь там розовый и голубой. Здесь хотя бы оттенки относительно похожи. О, пивная кружка. Да, нет. По крайней мере, похоже. Какой-то этот прицеп стоит. Может, его забрать повезти. Зачем нам еще что-то возить? Я даже не представляю, куда нам придется эту лодку везти и что это за лодка. Потому что я почему-то подумал, что именно это лодка Майкла. Или Франклина. Как она там называется? Ой, как она там называется? Как его там зовут? Боже. Заговариваюсь уже. Мы, кстати, каждый раз катаемся вот всегда по этой дороге. Для доставки прицепа или отвезти его куда-то. Боже, Феррари, как ты ездишь? Проедем вот так вот. Отлично. Почти по правилам. Нифига себе досталось нашему грузовику. Так, из 2000 простим. Нужно отремонтироваться. Фикс. Отлично. Ох, такой дымок от дизелька. Ну блин, мы никого даже так не догоним никогда. Да, нет. Даже обгоняем. Боже, уже вечер наступает. Нужно время перематывать. Как-то так. Ой-ой-ой. Боже. Это было стрёмно сейчас. Блин. Лол. Думал проскочу. Не получилось. Так, ещё раз ремонтик. Нееет. Боже, мы не врезались. И в нас никто не врезался. Просто в миллиметрах проскочили. Так, ещё полтора км ехать. Просто представьте, если бы мы стояли на каждом светофоре. А у нас бы эта серия затянулась бы на час. Мне так кажется. Куда? А у меня красный. Ну ладно. Боже, как его трусит. Что-то я поздреваю, что мы не туда уже поехали. Нам нужно вниз. Дорога, как всегда, обманчива. Хотя нет. Смотрите, всё равно показывает наверх. Но мы сейчас всё равно снизу можем увидеть, есть что-то сверху или нет. На крыняк заедем. Я сомневаюсь, что сверху это всё. Ну, вон таксишки всякие стоят. Вот где-то здесь дорога заканчивалась, но здесь ничего нет. И здесь тоже. Так, ну нам, значит, на взлётку нужно. Так, окоп у меня отключен, да? Ну, поехали. А то у нас тут за эту лодку отымеют по полной программе. Опа. Нифига себе. Цепляем. Что я думал, что мы сможем подъехать. Нихренашечки, а какой там вес-то? Посмотрите, просто как у нас грузовик просел. Он трогается с трудом. Просто охренеть можно. Куда нам ехать? Ох. Не близко, не близко. Ну ладно, поехали. Блин, просто жесть. Эээ, куда ты? Блин. Тихо. Сейчас мы что-то сломаем на лодке. Вот эту хреновину. Лол. И в другую сторону. Не, не ударилось? Странно. Все, потихонечку ползем. По-моему, это проблема. Нет. Нет. Просто в миллиметры. Влезли. Просто в миллиметры. Охренеть. Если честно, думал, мы там не пролезем. Уже хотел перемещаться по карте. Блин, он от этого даже разогнаться не может. Вот реально, если будет сейчас какой-то крутой подъем или дорога по грунтовочке куда-то наверх, то мы просто не выйдем. Он с трудом тянет. Он с трудом тянет. Просто с трудом. Дорога такая под наклоном. А мы с этой яхтой здесь. Кстати, поворачивать даже не нужно. Тачка сама поворачивает. Эй, откуда один процент уже? Я че черканул что ли? Наверное, где-то зацепился немножко. Лодочкой. Блин, снова начинается. Бабах. Не, не достали. Ну, здесь сейчас зацепимся. Будет 2%. Звук такой электрический был. А, мы столбик сбили. Х5 пофиг. Проехал, ему все равно. Такой прям как стоп для тачки. Эээ. Мы ползем. Мы ползем изо всех сил. Просто изо всех сил. Просто посмотрите, миллиметрами. Это как раз таки то, о чем я говорил. Подъем вроде бы не крутой. Но мы просто миллиметрами ползем наверх. Мне даже газ отпускать нельзя. А то мы назад покатимся. Того взял бы уже и подтолкнул на Кадиллаке. Смотрите, как его колбасит. Будто такой на автомате. Бросает тормоз. Снова нажимает. Бросает. Снова нажимает. О, по звуку начинает вроде бы раскручивать движок. Такой вроде бы пытается и не раскручивает. Тут набираются обороты и все. И перестает. Короче, он походу решил поехать в другую сторону. А мы все ползем. Мы даже одну плиту еще не проехали. Или проехали. Но тут с каждой плитой будет легче. Да, кажется, мы уже существенно разогнались. По сравнению с тем, с какой скоростью мы ехали на этот подъемчик. О, все. Пошел. Ну, просто представьте. Нужно было, наверное, брать того американца. Который треххвостник. Я думаю, для него это было бы намного проще, чем для нас. Ну, точнее, чем для скании. Все. Можно лететь. Осталось еще 4 километра. Блин, ну, если будут подъемы, то это все. Все кончено. Бабах. Блин, так круто смотрится тачка сзади. Бензовоз тут. Чувак даже успел на красный остановиться. Мы прем, даже не останавливаясь. О, спуск. Блин, да мы даже со спуска не разгоняемся. Почему? Главное не врезаться в него. Вот, мы точно рванем. Ой-ой-ой, куда ты, куда ты, куда ты? Лол. Сейчас будет подача? Нет. Проехали. Прямо над знаками. Ох, черт, как повезло. Там поезд как раз едет. Стой, я первый. И все равно лезет, да? Ну, я-то лезу, да? Но комп все равно тоже лезет. Им пофигу. Так, это не за мной. Он уже здесь, даже на подъем не может выехать. Так, ну на красный нам как всегда можно. 4%. Откуда они взялись? Я не знаю. Такое ощущение, что просто едешь, и со временем эта лодка ломается. Другого какого-то логического объяснения я здесь не вижу. Так, пока красный горит, объедем всех. Ага, отлично. Зеленый загорелся. Снова знак, ой, точнее столб. Бам. Отлично. О, не упал. Почему там падали, непонятно. Круто так на фоне города, лодка такая. Так, 2.75. Маршрут у нас куда лежит? Куда-то, мне кажется, мы там сейчас по каким-то подъемам горам будем кататься. Блин, хотел посигналить, хотел аж нажать, потом вспомнил, что аж это фара, и аж прицеп отсоединить. Так, автобаза какая-то. Ты должен выскочить по-быстрому. Тоже на месте стоит. Офигеть. Так, нам красный, но мы едем. Нам правила не писаны. А вот здесь сейчас подъемчик, наверное, будет затяжной у нас. Давай, полподъема уже почти прошли. Знаете, единственный самый большой плюс, это то, что мы не остановились. То есть, мы ползем. Мы реально ползем. Это даже из салона незаметно, что мы ползем. Но, вы можете это все наблюдать. Медленно, но уверенно. Кирпич на газ. Можно в спальничек пойти поспать. Но тут, блин, учитывая подъем, нам нужно где-то один кузов наш пройти. И тогда начнет разгоняться. Боже, как его подорвало. Мы едем уже, наверное, игрового времени полдня. Мне кажется, или он начинает потихонечку ехать. Нет, из салона выглядит все так же, как и было. Ну, ладно. О, кстати, по тахометру можно реально смотреть. Смотрите, у нас где-то 900 оборотов, да? 500, 600, 70, 80, 90. Да, 900 оборотов сейчас. Как будут расти, тогда и видно будет, что мы выезжаем уже нормально. Но я просто вижу прямо по курсу еще один подъем. Я не знаю, сколько мы на него будем заезжать. Так, ну, кстати, по-моему, как-то уже поживее начало дергаться. Стрелка тахометра. Мне кажется, что вот-вот-вот и поедем. Может, порулить, может, так быстрее будет. Хоть какие-то движения происходят. Ну, давай, еще чуть-чуть просто. Мы едем, наверное, километров 5 в час. Это и то медленнее. Один километр в час. Или еще меньше. О, да ну. Обороты скаканули только что. Что-то его аж трусить уже начинает. По сигналим. А, вот оно что. То есть нужно было сигналить, чтобы поехать. Так, обороты полторы тысячи. И снова упали. Но мы едем. Мы потихонечку едем. Да, получается, все же подъем становится мягче. Мягче. Меньше. И мягче, и меньше. И получилось мягче. Давай. Блин, там он просто нереально длинный дальше. Я не знаю, мы туда поднимемся или нет. Представьте, начали от так ехать. Думаю, что никогда в жизни не выйдем. Звуки издает, но не едет. Как это называется? Такое ощущение, что будто даже когда обороты выше, то он начинает медленнее ехать. Прикиньте, я сейчас раз такой и встал. И не едет никуда. Ох, это будет жесть самая настоящая. Блин, реально еле ползет. По-моему, сейчас ему тяжелее даже, чем было раньше. Интересно, куда все эти тачки исчезают? Да, вот просто они... Нету этой бешеной очереди. Они даже не объезжают нас. Они просто куда-то исчезают. Ох, Rockstar. Так, у нас уже даже фары включились. Сколько там? Полторы тысячи так же. И не растет. Блин, в следующий раз возьмем, наверное, трехосник. Особенно там, где было название, что-то там, Чилиад. Точно будем трехосник брать. Или какую-нибудь другую тачку. Короче, нам нужна будет самая-самая мощная. Потому что... Это сканья что-то меня разочаровала. Вроде бы уже угол подъема стал намного меньше. Но все равно мы не едем. У меня уже палец горит. Горит. Болит. Газ не отпускает столько времени. Прям при нас тачка ехала и исчезла. Полторы тысячи. Такое ощущение, что здесь есть вот два вида оборотов. Полторы тысячи и девятьсот оборотов. То есть там тысяча сто быть не может, наверное, здесь в игре. Потому что как-то они у нас вообще ни в какую сторону не двигаются. Но раз у нас сейчас полторы тысячи, то по идее мы сейчас прием на какой-нибудь первой. А тогда, когда было девятьсот, там, например, на второй ехали. Все. Пошел. Наконец-то. А по оборотам что? Да. Тысяча шестьсот уже. Тысяча шестьсот. Разгоняемся. Просто нереально разгоняемся. Чувак, только не тормози, пожалуйста. Я тебя умоляю. Мне ехать еще месяц наверх. Только не тормози, пожалуйста. Но сейчас будет подъем еще жестче. Потому что видно, что здесь угол поворота меняется. Подъема, точнее. Поворот будет еще жестче. Вот здесь сейчас мы снова будем плестись, наверное. Мне так кажется. Но все равно здесь подъем, наверное, меньше всего из тех мест, где мы катались. Но мне кажется, что мы сейчас встанем на какой-нибудь промежуточек. Потому что слышно, что обороты падают. Так, две тысячи. Вот, тысяча девятьсот падает. Давай максимум нужно наверх. Максимум просто. Тысяча восемьсот. Скорость 10 км в час. Да, но неужели мы выползем? Неужели мы выползем? Офигеть. Блин, это джекпот просто. Я реально думал, что мы сейчас будем час сюда ехать наверх. Но он выползает. Вот здесь она меня уже порадовала. Да, даже обороты уже растут. Так, полтора км и осталось. Боже, наверное, самая длинная поездка в игре. И самая долгая. Да, скорость, конечно, дикая. 30 км в час. Побыстрее может быть что-то у нас, нет? Да, но неужели 40 будет? Ну, хотя бы со спуска. Давай, 40 почти. Боже, у него явно проблемы с коробкой передач. Не разгоняется даже со спуска. Хотя со спуска должен разгоняться. Мне кажется, от того, что такая дикая нагрузка на заднюю оси, здесь что-то не хочет нормально ехать. Прикольно так подсвечивается. Сейчас, правда, если будет какая-то встречка, мы так ей влупим. Чё, без фар что ли ехал? Откуда он вообще выехал? Там темень полнейшая. Ни черта не видно. О, олень. Просто так спокойно идёт через дорогу. Ноль эмоций. Дорога в никуда. 1 км. Ровно. Главное, что в салоне светло. Всё видно. О, 40. Отлично. Праздник. Шампанское нужно открывать. А чё сверху? Чё это такое? Подсветка, наверное, какая-то. Может, такие звуки. Чё-то у нас там трясётся, отваливается. Спидлимит 50. Да у меня не едет 50. Ой-ой-ой, мне сюда. Боже. Пожалуйста, без подъёмов. Так, ну грузовик шлифует, потому что это грунтовочка. Здесь это нормально. 50 почти, офигеть. Впервые. Боже, куда мы едем? Здесь темно и страшно. Так. Куда здесь? Туда ниже, что ли, проехать? Тут грузовик стоит. В смысле, пикап. Огроменный. Ай. Смотрите, там чё-то горит даже. Я ни черта не вижу, я не понимаю. Нам чё, к воде спуститься, что ли? Да, вода здесь. Миссия провалена, слишком много повреждений. Ну, народ, мы хотя бы довезли это всё дело, так что будем считать миссию выполненной. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте подписываться на канал, жать пальцы вверх. Ну, а с вами был Алекс, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok